«Как скучно мы живем!» – разочарованно восклицал персонаж любимого всеми фильма. И даже заливная рыба его не радовала, настолько он проникся мыслью от щетей и скуки повседневности. Если в вас пропал дух авантюризма, и вы перестали делать большие хорошие глупости, это повод задуматься, как сделать свою жизнь интересной. Для этого совсем не обязательно лазить в окна к любимым женщинам, кто знает, может, они как раз не испытывают такой же тоски по острым ощущениям. К тому же интерес к жизни – вопрос очень личный, в чем-то даже интимный. Поэтому сделать свою жизнь интересной нужно прежде всего для самого себя. А там уж, если вам самому будет интересно жить, наверняка найдутся единомышленники, готовые разделить ваше увлечение жизнью именно в том ключе, в котором она радует вас. Так что не теряйте ни минуты своей драгоценной жизни, а займитесь тем, чтобы осветить каждый ее момент и скрой вдохновения. Вперед, Энтон Пепеп! В чем смысл жизни? Как наполнить свою жизнь смыслом и интересными событиями? Жизнь – это, пожалуй, единственное, что объединяет всех людей на планете. Даже если эта шутка не кажется вам удачной, трудно не согласиться с тем, что каждый распоряжается этим даром по-своему. В результате одни довольны своей жизнью, другие не отказались бы исправить в ней кое-что, а третьи уверены, что живут скучно и без особого смысла. Но что есть смысл, как не цель? А это значит, что цель – это и есть ключ к наполнению жизни. И наполнению не чем попало, а значимыми, важными, по-настоящему радующими вещами. И уж, конечно, под вещами здесь предполагаются не только и не столько артефакты материального мира, а скорее события, встречи и окружающие люди. Именно они способны сделать жизнь интересной, насыщенной и яркой. Или наоборот, и это уже зависит от вас, а не от них, потому что именно от вас зависит набор этих составляющих. Собирая их по крупицам на жизненном пути, все мы рискуем захватить немало ошибочного, лишнего и просто ненужного. Чтобы свести эту вероятность к минимуму, запомните или запишите и регулярно перечитывайте, этот список жизненных ценностей, из которых она в конечном итоге и складывается. Цель. Жизнь – это постоянное движение? Или движение, жизнь, кому как больше нравится. Но в любом случае нельзя стоять на месте, хоть в прямом, хоть в фигуральном смысле. Но двигаться хаотично, значит распылять силы. Поэтому цель – это по сути направление движения вашей жизни. Хорошая цель – это одновременно амбициозная и выполнимая цель. Чтобы найти такую, оцените свои возможности и прислушайтесь к своим желаниям. И помните, что нет ничего нереального, если вы искренне верите в успех и готовы добиваться желаемого. Активность. Под лежачий камень и вода не течет, это все слышат с самого детства. Но жизненная активность нужна не только для достижения конкретных целей, но и для формирования собственной позиции в мире. Привычка к активности позволяет делать даже то, чего не очень хочется, то есть достигать большего. Заодно не остается времени скучать, то есть жизнь становится интереснее как бы автоматически. Чтобы легче было сдвинуться с места и проявить активность, найдите подходящую лично вам мотивацию и действуйте. Творчество. Это результат высшей умственной деятельности, доступной только человеку. Что может быть интереснее созидания? Создание чего-то нового, что рождается в вашем воображении, лучший способ сделать жизнь интересной. С учетом этого, просто бессовестно жаловаться на скучную жизнь. Не обязательно обладать выдающимся артистическим талантом. Игра на музыкальном инструменте, рисование, танцы ради удовольствия доступны каждому человеку, и это огромная радость. Разнообразие. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Не зацикливайтесь на чем-то одном, даже если оно очень вам нравится. Интересная жизнь – это разнообразная жизнь. И диапазон этого разнообразия, его рамки вы устанавливаете сами на свое усмотрение. Если жизнь меняется, в ней появляется что-то новое, чего не было раньше, это и делает ее интересной. Самый простой способ внести в жизнь разнообразие – путешествия. Кроме того, не помешает осваивать новые навыки, следить за новостями и модой, и не отказываться от нового только потому, что оно вам пока не знакомо. Развитие. Вы не сможете по достоинству оценить разнообразие окружающего мира, если сами будете оставаться неизменным. Растите над собой, становитесь умнее, сильнее, интереснее. У развитых и интересных людей и жизнь соответствующая, интересная и яркая. Словом, гармоничная. В этом смысле и творчество, и путешествия, и обучение – все сделает жизнь интересной, потому что развивает вас. Победа над собой победы. Каждому человеку необходимо подтверждение своих способностей и заслуг. Если вы заскучали, попробуйте преодолеть скуку, победив жизненное препятствие. Еще лучше победа над собой. Вы учите иностранный язык, научитесь играть на гитаре или садиться на шпагат. Сделать свою жизнь интересной своими руками намного проще, чем кажется. Привязанность. Нет ничего скучнее, чем одиночество. Для интересной жизни необходимы близкие люди. Это могут быть родственники, друзья, коллеги. Главное, чтобы они были вашими единомышленниками. Тем не менее, это люди со своей индивидуальностью, так что вместе скучать вам не придется. А еще важнее, присутствие в жизни по-настоящему дорогого и любимого человека. Забота о нем, стремление быть вместе и совместно преодолевать трудности, достигать новых высот, делает жизнь интересной. Увлечения. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Помимо основной деятельности, которая заполняет основную часть жизни, у каждого человека, не желающего скучать, есть хобби. Эти увлечения можно пронести через всю жизнь, но также они могут время от времени меняться, приходить на смену друг другу. Главное, чтобы у вас была отдушина. Приятное занятие, приносящее вам удовольствие. Разумеется, это сделает жизнь интереснее и наполнит ее дополнительными эмоциями. Сюрпризы. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Как бы тщательно мы не планировали свои дела, в жизни всегда есть место неожиданности. И это прекрасно, потому что сюрпризы делают жизнь интересной. Причем не только приятная. Радостные сюрпризы дарят восторг и счастливые переживания. Неприятные неожиданности закаляют характер и учат преодолевать трудности, делают сильнее. Красота. Умение видеть прекрасное в окружающем и наслаждаться им делает жизнь интересной и наполненной. Оглянитесь, и вы поймете, что красота везде. Любуйтесь природой, рассматривайте живописные полотна, слушайте музыку и наблюдайте за грациозными движениями людей, животных птиц. Любуй с красотой, вы испытаете вдохновение, то есть сделаете свою жизнь интереснее. Как сделать свою жизнь интересной и яркой, очень трудно представить себе человека, который при наличии всего перечисленного считает свою жизнь недостаточно интересной. Скорее всего, с каким-то пунктом есть сложности. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. В таком случае, вам остается поработать над заполнением именно этих пробелов. Вот несколько советов, как сделать это быстрее и проще. Путешествие, отправляйтесь в путешествие. Чем дальше, тем лучше. Тем интереснее получится поездка. Но если прямо сейчас у вас нет времени или денег на дальнюю дорогу, не отказывайтесь от приключений. Съездите хотя бы за город или к родственникам в соседнюю область. Подыщите горящую путевку или выберите тур выходного дня. Найдите хобби и время на него. Доказано, что увлекательные занятия помогают пережить трудные периоды в жизни. Так что сделать свою жизнь интереснее с помощью хобби тем более получится. Важно учесть два нюанса. Во-первых, хобби действительно должно вас радовать и искренне увлекать. Во-вторых, на него нужно уметь выкраивать время даже из очень плотного графика. Запишитесь на курсы. Не имеет значения, какие именно. Языковые, танцевальные, кулинарные. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Также отлично подойдут кружок гончарного мастерства, вышивки к крестикам или пения. Там вы научитесь чему-то новому и закрепите уже имеющиеся знания и навыки. А пока ищите желаемое направление, посещайте разные одноразовые мастер-классы. Всегда говорите «да». Не отказывайтесь от возможностей, которые предоставляет жизнь. Соглашайтесь на предложение друзей, принимайте приглашения в гости и в кино, всегда отвечайте на телефонные звонки. Чтобы сделать свою жизнь интересной, откройте ее для событий. Жизнь не только снаружи. Если что-то мешает вам путешествовать, учиться или делать свою жизнь интересной другими активными методами, у вас всегда остается возможность внести разнообразие в свой внутренний мир. Смотрите кино, например, мировую классику, читайте книги, хотя бы понемногу каждый вечер, или пишите сами, введите дневник, блог, путевые заметки и тому подобное. И еще одно важное условие, соблюдение которого помогает сделать жизнь интереснее, мечтайте. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Воображение – это бесценный дар, которым владеет каждый человек. С помощью фантазии можно не только сделать жизнь интересной в целом, но и скрасить скуку любого рутинного дела. Даже если объективно ваша жизнь кажется вам скучной, ничто не мешает мечтать о большей и лучшем. О том, как превратить свою жизнь в праздник. О мечтам, как известно, свойственно сбываться. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok